Добрый день, уважаемые трейдеры и инвесторы. Сегодня 26 января, пятница. Представляю вашему вниманию очередной обзор рынка Форекс по основным торговым инструментам. Итак, дорогие друзья, вчера не было моего очередного видеообзора рынка Форекс. На этом фоне в мире начали происходить жуткие события. Котировки московской биржи упали на 0,3%. Кира Юхтенко перестала улыбаться. Звонил Гершик, говорит, на каких лосей ты нас, дорогой ты наш, оставил. Бог Инстафорекса, Инстамитей 4, предложил мне в срочном порядке увеличить зарплату в 10 раз. Я отказался достаточно в 3. Техас начал отделяться от США. Слоны в Африке перестали размножаться. В общем, я посмотрел на это все безобразие, пошел к соседу и сказал, чтобы он 20 минут не сверлил, пожалуйста, стену, возле которой стоит мой микрофон. И я решил записать обзор сегодня. Поехали. Итак, начнем мы с новостей, дорогие друзья. Новости сегодня, как обычно, в 16.30. Базовый индекс расходов на личное потребление в Соединенных до сих пор еще, но уже не факт, в Штатах Америки. Ценовой индекс расходов. В общем, куча ценовых индексов, расходов, которые выйдут в 16.30. Поэтому будьте внимательны. Напоминаю, что последние 15.000 торговых идей, которые я давал по золоту, они все были лонговые, но золото пока еще не растет. Казалось бы, не растет на большом графике, но растет на маленьком. Об этом и другом мы с вами поговорим, глядя на свечные модели. Поехали. Итак, перед вами котировки золота, друзья мои, которые, я надеюсь, уже начали расти. Обратите ваше трейдерское внимание, что по золоту существует целый ряд площадок, которые эта драгоценная скотина оставила, падая с уровней примерно 2060, примерно 3 доллара за никому не понятную тройскую. Я по-прежнему считаю, что тренд еще является лонговым. Вы, конечно, можете быть со мной не согласны. Трендовые линии можно тоже чертить по-разному. Но пока я считаю, что все еще лонги, пока не пробит минимум 18 января, можно присматриваться. Вчера вышли опять сильные новости по баксу. Уже какие по счету. Вот здесь были сильные новости, здесь были сильные новости. Если сегодня выйдет краснуха, друзья мои, я жду ту зиму на золотого прям, ну хотя бы до 2038 долларов за тройскую унису, то есть за этой площадкой. То есть мой план такой, что мы уйдем наверх. Сегодня я давал идею на покупку от нижнего слома и она потихонечку идет. Я надеюсь, что вчерашний хай будет пробит. Потому что здесь был слом, здесь новость, сложный пробой, здесь еще один слом. Мы должны вылететь сюда, а лучше вот сюда. И это было бы просто апогеем моей аналитической мысли. Напишите, что вы думаете по этому поводу. Пара евро-доллар сегодня очень аккуратненько побрила двойное дно, которое оставило между вчерашним днем и 23 января. Вот, тем самым сломив шортовую тенденцию и у нас появился лонговый слом. Если вы верите в лонги, то он для вас может быть хорошей точкой опоры. Как видите, я до сих пор не перенес прямоугольники на график. У нас есть сверху шортовый слом. Мы можем сегодня героически до него доползти, потом отлететь. И вот здесь, друзья мои, можно поработать. Поработать может даже в разворот. Потому что то, что вот здесь вот произошло, обратите внимание, вот этот маленький пробойчик вот этого теста. То есть все тут покупали, их аккуратненько выглядит. Прям такой стрях разводной. Целей, правда, прям шоколадных нету. Ну вот, но может пройти здесь разворот и поломать вот эту конструкцию. Это, конечно, еще очень рано. Но что-то мне подсказывает, что, ну опять же, по корреляции с золотом, бакс должен знатно просесть. И хорошо, если бы это было на сегодняшних новостях. Ну, примерно так. То есть, либо шортик отсюда и лонг, ну и дальше лонг отсюда. Ну, здесь стопик побольше, здесь поменьше. Обратите внимание. Австралийский доллар продолжает, собственно, тупить уже две недели в одном и том же диапазоне. Напоминаю, что большая лонговая идея существует. Я не знаю, откуда мы пойдем в лонги. Либо с текущих, что не хотелось бы. Либо вот с этих, с пробой вот этой площадки, что было бы идеально. В любом случае, присматривайтесь к лонгам. Основная цель 0,69. Британский, британский фунт стерлингов тоже подрастает. Тоже какая-то чехарда непонятная. Я пока не вижу, как здесь можно заработать нормально. Но в любом случае, слом лонговый появился. Вот этот шортовый, он уже был подтвержден один раз. Вот здесь он был подтвержден. Второй подход, это уже давление. Скорее всего, лучше присматриваться к лонгам по аналогии с парой евро-доллар. С откат на какой-нибудь лонговый тренд. Лонговый слом ближайший. И удар по площадке, который называется примерно 1,27, там 800. Так, доллар-канадец. Доллар-канадец составил двойную вершину, что не свойственно. Хотя и двойное дно тоже болтается на недельном таймфрейме. Пока нет у меня понимания, на что можно опереться, чтобы заработать в этом инструменте. Пока я его не трогаю. Доллар-иена. Доллар-иена после шортовой инициативы пытается зарядить третью волну. Но опорных сломов пока нет. Был лонговый слом. Вчера те, кто хотел, те от него, собственно, свое получили. Здесь трехволновая структура прошла. Но шортового слома на шортовой опираться пока не на что. Поэтому я пока здесь не сигналю. Жижа понихонечку выползает наверх. Из своего вот такого флетика, треугольника. Обратите внимание, что удерживались лонговые сломы. И те, кто хотел, они здесь, собственно, заработали. Битховен, друзья мои, Битховен продырявил все-таки саракет и возвращается назад. Ну, хотя бы так. Хотя бы так. Криворукие эти крипто-маркетмейтеры все-таки хотя бы эту площадку забрали саракет. Вот хотелось бы, конечно, и эту. Вот, но, собственно, на таком рынке, слава богу, что это дали. Поэтому охотиться сейчас, в принципе, незачем. Да, площадку эту забрали. Соответственно, вот эти откатные уровни нам уже не нужны. Потому что цель вот эта была забрана. Доллар-рубль болтается внизу. Вот, но на хорошей нефти он может, конечно, доллары просесть. Особенно, если сегодня выйдут слабые данные по баксу. Они скоррелируют с тем, что растет нефть. И все-таки я надеюсь, что вот 88, 690 мы должны пробить. Как минимум ложное. Но как на этом заработать, я вам не скажу. Так, что касается индексов, друзья мои. S&P, NASDAQ и все на хаях. С дырками потихонечку ломаются. Есть сломы. Вот, я пока так пессимистично посматриваю. Но пинов накидали на хаях. Вот, но все новости выходят, конечно, сейчас сильные по баксу. Но индексы вообще на них забивают. Поэтому я понимаю, как бы, что вы все хотите шортовых сигналов. Потому что индексы растут. И народ, как правило, работает контртрендовыми идеями. Но здесь пока похвастать нечем. Я не сигналю здесь. Почему? Потому что нету хороших качественных сломов. Но площадочки такие, микроплощадочки остаются. Но индексы не те инструменты, которые нужно торговать на мелких таймах. Так, DAX и STOX и все в тузимунах. Нефть, друзья мои. Нефть валит. 2,5, как мы любим. Но любим мы подешевле. А подешевле 2. Я жду здесь. Надеюсь, что это скоррелирует с экспирацией. И мы поддержим эту позицию хотя бы месяц. Так, начиная с доллар-франка. И дальше нас интересует сеточный метод торговли. Доллар-франк немножко снижается. Надеюсь, если будет пробой минимум текущего года, сетка лимитных покупок с шагом не менее 500 пунктов снова вас накормит. Канадец-франк погулял. Почему? Потому что у нас была ставка по Канаде. Если набирать этот инструмент в лонги, то ниже минимум текущего года. Но что-то мне подсказывает, что этот кросс может опереться на вот этот слом и дать лонговый тузимун вот в эту площадку. Она здесь оставлена неспроста. Я думаю, она будет забрана. Так, Канадец-иена тоже стоит в диапазоне. Пока не растет, не падает. Ждем либо пробоя хаев и набор сетки с шагом 1000, либо ничего. И по франк-иене то же самое. Ауди-кат болтается в диапазоне. Меня интересуют его границы. Новозеландец-франк валит. Это хорошо, потому что на пробой минимума 23 года будем набирать сетку с шагом не менее 500 пунктов по пятому знаку. Австралийский-новозеландец продолжает тупить в своем треугольнике. Ждем, когда выйдет за его края. Так, и что у нас осталось? Еврокат. Еврокат тоже не растет, не падает. Ставка ему в кассу не зашла. Но я продолжаю верить на перехай 23, 22, 24 года. И дальше набор сетки лимитных продаж с шагом не менее 1000 пунктов. Еврофранк меня интересует ниже минимума текущего года с шагом не менее 1000 пунктов. Так же, как это было вот недавно. Собственно, все сделки закрылись. Я их опять забыл перенести. Так, Евро-Ауди. У нас остался последний инструмент. Ждем выше вершин прошлого года. Так же, как это было у нас в 23 году два раза. То есть, представьте, этот инструмент два раза за год дал заработать сетками. Если у вас таких инструментов много, соответственно, у вас все в порядке. Давайте посмотрим ответы на вопросы на YouTube-канале по вчерашнему видео. Поехали. Так, что вы там написали? Оставшиеся инвесторы. Да-да-да-да, Ирина. Так и есть. Шутки про откат чиновников. Эксперт, да. Зается евро-доллар расходящийся треугольник. Да-да. И было такое. Это самая противная конструкция. Расширяющийся треугольник. Поэтому я не давал сигналов по евро. Помните? Спреда по нефти нет. А комиссия? Комиссия есть. Она небольшая. Ну, золото развело всех. Ну, друзья мои, если вы следуете правилам money management, которые я озвучил в своих мастер-классах, и, наверное, в ближайший мастер-класс тоже снова озвучу, то вы будете знать, что лучше работать, ну, скажем так, процентом от депозита. Это не значит, что он должен быть один, это может быть два, три или пять, но у вас стоп должен быть всегда в этом числе. Не важно, 20 пунктов стоп, либо 50, либо 150 в деньгах, это должно быть одно и то же число. Вы можете принять один стоп, два стопа, три стопа, четыре стопа, но потом взять 7 к одному и остаться в плюсик 3 к одному. Это очень просто, понятно, и об этом будет следующий мастер-класс. Я примерно об этом уже рассказывал, но я так чувствую, что мало кто понимает и не применяет этот уникальный метод, правильный, простой метод money management, который можно осуществлять на всех торговых стратегиях, кроме сеточного. Здравствуйте, Андрей, почему в каждом вашем видео вы троллите Раису Дмитриевну? Даже ее жалко стало. Раису Дмитриевна уникальный педагог английского языка в моей школе 10-й, мне она очень нравилась, но у меня были проблемы всегда с английским. Ну как, на уровне советской четверки с минусом. И когда я рассказываю вам про трехволновые структуры 1, 2, 3, либо А, Б, С, я их рассказываю вам на английском языке, дабы блеснуть своими знаниями. Вот, так вот, слово 3 я говорю через букву S на английском, что не очень правильно, и в этот момент я вспоминаю Раису Дмитриевну, и она, наверное, икает. Так, а у вас, если у вас с произношением не пошло, Раису Дмитриевну ни при чем, про союз, да, да, да. Ну, на самом деле, друзья мои, все это шутки, чтобы вы немножко подрасслабились. На этом у меня все, понравилось видео ставьте лайк, пишите комментарий, и до встречи в понедельник утром на очередном обзоре рынка Форекс. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok